доброго времени суток youtube уважаемые коллеги уважаемая психологическая комьюнити и мы с вами находимся на странице нашего сайта под номером 4.2.17 называется эта страница автоматизированное заключение спектр вот такой вот у нее заголовок страница номер 17 автоматизированное заключение спектр буквально несколько дней назад ко мне обратились двое коллег это две девушки из одной клиники они коллеги работают в одном психиатрическом учреждении то есть имеется ввиду что они обе медицинские психологи и они заинтересовались заинтересовались рядом наших патопсихологических и автоматизированных методик хорошо дошли мы с ними до обсуждения не мне набрали на ватсап мы с ними сидели разговаривали и они дошли наконец-то до вопроса по поводу азы спектр и спрашивают меня что такое у вас азы спектра скажите пожалуйста а я и не отвечаю я считаю что азы спектр уникальные инновационная программа она позволяет обобщить все то что делает своей работе диагностической работе любой медицинский скобочках клинический скобочка закрывается психолог то есть девушки попали как раз по адресу мы пользуемся одинаковыми методиками у нас четко определенный набор методик мне это очень приятно было слышать и знать это у них есть патопсихологические методики к сожалению не полный комплект них есть какие-то программные средства по моему если не ошибаюсь у них есть котел какой-то автоматизированный и они тоже обратились к нам чтобы значит им нужен им 5 уровень невротизации психопатизации но мы разговорились в общем долго разговаривали по ватсапу хорошо значит переписываемся и не от задают вопрос а что такое за спектр берем любую патопсихологическую методику берем любую автоматизированную программную методику будто ммпи котел унп уиска нпу ну и так далее все что мы используем уважаемые коллеги в нашей работе плане диагностики и вот азы спектр это уникальная программа именно в том что она позволяет быстро за несколько секунд нет я погорячился не за несколько секунд на раза несколько минут создать быстро относительно быстро создать итоговое заключение по кли пациенту прежде всего это конечно необходимо в рамках и пи экспериментально психологических исследований сам проработав в этой сфере не один десяток лет я понимаю мы проводим обследование сидим с человеком как правило три четыре пять часов иногда шесть часов обследуем папа то психологическим методиком вот здесь это не представлены да значит количественным каким-то стандартизированным тестом опросником и так далее и после этого теряем хороший психолог не теряет а в общем то начинается настоящая работа на основе индивидуального собеседования на основе полученных патопсихологических результатов характеристик результатов по стандартным методикам каким-то программным средством мы садимся за обобщение основная наша работа за обобщение всего того материала который мы собираем в рамках проведенного специалистом эпи экспериментально психологическое исследование у хорошего опытного специалиста опытного и хорошо знающего свое дело это занимает не менее 40 минут написать такое заключение может быть это бывает когда-то дольше когда-то меньше все зависит от случая но удивительно то что через какое-то время буквально через год два три может быть года у любого специалиста патопсихолога возникает условно говоря некий стандарт составление такого заключения то есть появляются стандартное выражение стандартные шапки начала то есть заключение делится на определенные этапы да тогда мы описываем поведение работу пациента его отношение к обследованию формально неформален в контакте идет ли он на контакт сообщает ли сведения себе в полном объеме или пытается где-то а гравировать или диссимулировать одним словом затем идет этап описание результатов патопсихологических методик стандартизированных методик одним словом буквально через два года все эти фразы оборота не настолько завязают в зубах у специалиста что он просто во сне или разбуди его там ночью и скажи ну-ка давай быстренько сформируем и заключение по таким-то 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 результатом патопсихологического эксперимента анамнеза понятно и соответственно он как от зубов как таблицы умножения что там таблицы умножения ерунда полная а тут человек формирует если записать там полутора двухстраничное заключение по пациенту берет его потом значит распечатывает склеивает в историю болезни карточку в зависимости от того в рамках чего проводится экспериментально-психологическое исследование так вот автоматизированное заключение спектр делает это все то же самое она подставляет специальные фразы она подставляет результаты тех или иных методик и быстро быстро в течение не 40 минут у хорошего специалисты это так занимает по времени а буквально в течение пяти минут специалист способен выдать свое заключение по каждому конкретному проведенному им экспериментально-психологическому исследованию и это очень здорово я разговаривал свое время с врачами-психиатрами перед моими глазами прошло масса историй болезней карточек со вклеенными анамнезами там наблюдениями психиатров разговаривал со своими коллегами не с одним десятком коллег со многими разговаривал и они тоже говорят о том же самом что через некоторое время это становится настолько обыденным и понятным явлением то есть ты можешь сформировать заключение моментально будь то перед тобой там прошел человек страдающий олигофренией психопатиями какими-то разного рода генеза неврологическими невротическими заболеваниями шизофренией то есть соформируется некий некий стандарт некая лекала некая форма заключения по по тем или иным нозологиям и вот это автоматизированное заключение спектр это не панацея для составления от составление какого-то заключения но она позволяет быстро сформировать некий стандарт вот этого заключения при необходимости дополнить его развернуто более какими-то расширенными характеристики характеристиками по пациенту и соответственно получается очень хорошо быстро и интересно то есть это некая не палочка выручалочка специалист должен знать и обладать определенными знаниями это именно ну это ускорение процесса до примитивно если говорить и принижая достоинства этого программного обеспечения частности заключения спектр его нельзя принижать потому что это действительно уникальная вещь для любого специалиста проводящих экспериментально психологические исследования это большое подспорье то есть тот стандарт который он себе выработал и сформулировал на протяжении многих лет работы в этом автоматизированном заключении это все быстро формализуется то есть это не будет это облегчение работы специалиста и это формализация естественных и понятных ему вещей не надо сидеть там ручкой выписывать что-то заполняет там одну справку там или допустим карточку заполнять потом эту карточку надо вклеить какое-то заключение снова приходится писать 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 а тут получается так сели провели обследование сели после обследования отпустили пациента там три часа с ним просидели три-четыре часа не менее господа хорошее обследование длится никак не менее и соответственно быстро сели буквально за пять минут сформировали сверстали имея свои знания имея свой опыт сверстали благодаря этой технической палочки выручал очки сверстали заключение которое благополучно на принтере распечатали в двух экземплярах одну вклеили в историю болезни вторую вклеили допустим в карточку на прием к психиатру психиатры лишены к сожалению этой возможности попытки такие были то есть создать автоматизированное заключение по мкб-10 вообще-то с точки зрения программиста ничего не стоит у нас были такие попытки мы значит нанимали девочку она была психологом она была программистом и мы пытались создать такое автоматизированное заключение по мкб-10 для врачей-психиатров у нас кое-что получилось но мы столкнулись с определенными трудностями а потом девочка от нас ушла ну то есть у нее там были свои проблемы она переезжала другу город с родителями было это достаточно давно может быть лет пять-семь назад может быть больше даже я уже не помню сейчас одним словом работа и была сделана то есть она создала первое программное средство мкб-10 и если бы это завершить я уверен и не мы пользовались все психиатры российской федерации это было бы большой большой помощью для формирования тех же заключений которые они пишут там справки и так далее но к сожалению область очень узкая психиатры очень разобщены очень индивидуализированы с их подходов и взглядах на жизнь и наверное это хорошо но тем не менее каждый из них стучит по столу и требует проведи мне обследование не могу дифференцировать допустим какой-то дифференциальный диагноз перед ним стоит маячит и вот он звонит вызывает медицинского психолога клинического и говорит там светлана будьте добры сделайте мне пожалуйста заключение по этому человеку посмотрите это обратите особое внимание на то-то на то-то на то-то то есть что у него все таки вот в этой суть в этом случае там в плане мышления там личностных каких-то особенностях и психолог говорит хорошо хорошо и берут этого пациента вызывает его или из отделения дергает или же с приема его принимает и начиная значит с ним работать три-четыре часа проработал сел ну и вот с помощью а за спектр это удачный вариант у нас получилось и это прекрасно работает он может быстро это все формализовать вот для этого нужно автоматизировано и заключение спектр я могу долго об этом говорить в разных аспектах приводить массу примеров как использовалось это заключение разными специалистами моими коллегами прежде всего с кем я работал непосредственно очно вот соответственно вот интересная такая программная продукция у нас предлагается для медицинских психологов если вы этой продукции заинтересованы в этой продукции я знаю что многие из вас страдают от того что у них нет денег на это все но стоит это сущие копейки по нынешним временам у нас по крайней мере мы готовы такую программную продукцию предоставить и это очень узкое видео именно для специалистов занимающихся в области экспериментально психологических исследований где-то клинике психиатрической клинике в наркологической клинике может быть каких-то еще других вещах ну где вообще используются и применяют свои знания медицинские клинические психологи на этом все благодарю за внимание если будут какие-то вопросы у меня есть масса на них ответов я эти вопросы могу предполагать предполагаю и могу пояснить рассказать еще что-то касательно по нашей программной продукции на этом все благодарю за внимание и удачи вам